добрый вечер дорогие друзья давайте проверим связь поставьте пожалуйста как вы меня слышите от 1 до 10 вижу спасибо друзья здорово самое главное это скорость вашей реакции это означает что люди которые приходят на вебинар уже совершенно определенно четко понимают куда они пришли зачем и сколько времени здесь нужно будет провести в частности для тех людей которые сегодня первый раз давайте по традиции как обычно мы это всегда делаем сначала я напомню что сегодня на спикером на нашем вебинаре александр мунко и только что николай коричин как раз об этом сказал и давайте мы сейчас же сразу проведем опрос кто у нас сегодня новенький знаете как в свое время пел один наш известный актер кто на новенького так вот мы сегодня как раз давайте проведем который раз вы на вебинаре для того чтобы просто понимать и чтобы четко определять аудиторию то есть тех людей которые приходят к нам на вебинары отлично вижу что у нас как минимум сегодня уже 14 новичков которые первый раз второй раз пришли 15 человек я вас всех приветствую друзья мои потому что для вас это первый раз некоторые не могут по видимо поучаствовать в опросе непосредственно через наш опросный лист неважно совершенно правильно что вы написали это прямо в чате это здорово по во всяком случае я вижу ваши имена и татьяна и марина и роман и вера и анна борисовна и сусанна и все кто сейчас отмечился тишина валентина владимировна вот гайдар пишет на вашем вебинаре три и более если именно в этом то первый раз вчера не получилось да у нас вчера был небольшой технический сбой никак не ожидали что не выдержит комната которая у нас была заранее приготовлена но сегодня вы видите мы уже исправились сейчас у нас на счетчике 553 участника нашего нашей встречи и конечно же это не может не радовать единственное а единственно всегда вот у нас подключили все роман слава потом светлана из тольятти и и еще значит единственно здесь всегда определенный нюанс что голосуют где-то примерно две трети списка то есть 555 человек проголосовало 337 сейчас 342 кто-то может не знает нужно просто поставить точечку в кружочке и нажать на кнопочку ответить зеленая кнопочка ответить поэтому вот мы уже набрали 362 отлично идем на рекорд вязов александр пишет очень рад вас слушать спасибо друзья мои я понял вот кастров юрий пишет не вижу изображение а звук слышу так странно немножко изображение сейчас опросный лист 558 компьютеров участников больше понял принимая поправку андрей потому что некоторые у некоторых компьютеров собрались просто семьями и это это здорово у меня тоже звук заикается но вот только пишет да все отлично привет из перми хорошо звук хорошие видео немного тормозит ну в данном случае виде не очень и так я говорил о папке который находится в верхней строке когда вы выходите это называется папка общедоступные ресурсы именно в этих общедоступных ресурсах я сейчас поставлю вебинар который был вчера для того чтобы вы могли посмотреть и конечно же еще два ролика которые называются новости и анонс для того чтобы можно было их посмотреть необходимо нажать на значок земного шара и вы получите ссылочку с помощью которой вы увидите эти ролики поэтому сейчас давайте приступим и планомерно будем двигаться к результату а результат у нас сегодня очень важный как стать стратегическим компанией skyway и каким образом получить максимальный результат от сотрудничества с компанией напомню что для тех людей которые сегодня первый раз меня зовут александр манко и собственно я инвестор skyway как было сказано в анонсе новостей один из старейших инвесторов компании skyway скажу точную дату 14 апреля 2014 года я специально пришел в офис компании skyway на марксистском метро марксистская улица марксистская и познакомился там с кариной и это стало началом разумеется я узнал об этом еще раньше но эта история другая они и мы сможем поговорить следующий раз сегодня напомню только что для тех людей которые у нас с дальнего востока у них достаточно поздно так вот завтра в 15 часов завтра в 15 часов по москве будет специальный выпуск для дальнего востока и сибири для того чтобы наши уважаемые партнеры инвесторы коллеги не кемарили перед экраном во время наших вечерних вебинаров а смогли спокойно в удобное для них время посмотреть и послушать этот вебинар поэтому приглашаю всех дальневосточников всех сибиряков по завтра в 15 часов по ссылке которая будет дана дополнительно итак приступим наша основная сегодня вещь это наиболее оптимальное финансирование в наш проект skyway и это очень важно потому что антон дар дач который ведет этот проект уже на протяжении 37 лет отдает все силы тому чтобы реализовать ту свою юношескую мечту которую мы еще института лелею и конечно же который ведет к реализации очень важного проекта о котором пока мы не говорим мы его затрагивали исключительно наших семейных встречах и об этих встречах мы еще поговорим но суть в том что мы все двигаемся дальше то есть анатолий эдуардович заглядывает за горизонт он говорит о том что нужно построить общепланетарную транспортную систему отиси которая даст возможность как раз решить очень многие проблемы экологии но сегодня мы будем рассматривать другую тему так вот те несколько этапов которые мы с вами прошли вместе некоторые пришли 29 марта 2016 года и мы помним эти этапы вот один из старых слайдов я могу уже сказать точно старых почти запыленных это слайд когда мы переходили на второй этап у нас была сумма в 300 миллионов долларов которые необходимо собрать для того чтобы полноценно построить экотехнопарк и для этого по расчетам необходимо было один миллион акционеров та тенденция которая развивается сейчас в инвестировании конечно не может не радовать потому что уже сейчас более 200 тысяч человек подключились проекту и в той или иной степени инвестируют в проект для того чтобы получить самое главное получить новую технологии транспорта и это даст нам возможность решить очень большое количество я не скажу проблем многое количество большое количество большое количество вопросов так вот 300 миллионов сумма или маленькая но нужно отметить что для отдельного человека можно сказать неподъемно мы не будем здесь брать олигархов я имею ввиду абрамовича усманова вексельберга или еще из плеяды этих известных людей мы говорим о народном проекте мы говорим о людях которые готовы вкладывать в этот проект и не требовать ничего более чем тех долей компании который предлагает анатолий дуадович поделившись с нами этой возможностью наше участие здесь очень важно потому что каждый из нас делает это для своих близких для своих детей для своих внуков для будущих поколений и именно это объединяет многих из нас потому что опрашивая участников своих вебинаров я понял что порядка 63 процента приходит именно на идею и это не может не радовать вторая вещь которая меня уже порадовала как человека который занимается структурным бизнесом довольно давно это то что приходят люди с высшим и средним образованием и таких людей порядка 74 процентов это говорит о том что люди понимают куда они вкладывают они понимают важность этого нового пути этого перехода в новый технологический уклад если быть точнее в 6 технологический уклад об этом часто на вебинарах как раз рассказывает сергей сибиряков и нужно отдать должное делает это просто артистично и конечно же все что мы говорим о проекте будь то технический вебинар или экономико-технический или инвестиционный или вот как сейчас информационного характера мы все думаем об одном чтобы экотехнопарк был построен и для нас это очень важная составляющая проекта потому что мы просто хотим увидеть что skycar или как мы его называем юникар или юнибус или не лед так мы подразделяем различные виды транспорта которые будут реализованы непосредственно в экотехнопарке я имею ввиду грузовой транспорт юникар пассажирский городской юнибус и высокоскоростной юнилит три вида но недавно добавился еще один я имею ввиду смарт смарт юникар сейчас я точно вспомню как это называется да я потому что это настолько новая информация и в большей степени конечно же и владеет алексей суходоев который сейчас адресным проектом в челябинске для того чтобы построить там именно ветку и с смарт или это будет какой-либо другой вид транспорта я имею ввиду юникар что-то у меня сегодня заедать вот или это будет непосредственно наш высокоскоростной вид транспорта юнилит то все это будет реализовано непосредственно на наших на нашем экотехнопарке поэтому нам важно понимать что каждый рубль каждый доллар каждый фунт каждый евро который вкладывается в проект экотехнопарка он будет способствовать тому что мы построим демонстрационную и сертификционную площадку для того чтобы наши будущие инвесторы которые хотят построить свои адресные проекты могли приехать увидеть и заплатить деньги за то чтобы у них это построили 160 миллиардов долларов уже находится в портфеле заказов для того чтобы реализовать их на различных континентах и в различных странах австралия вьетнам боливия российская федерация казахстан эстония и многие другие поэтому естественно нам это очень важно и хочется побыстрее ускорить этот процесс и конечно же сеть дорог которые будут опоясивать всю евразию которую даст возможность объединить многих людей в различных странах и в различных континентах ускорит и даст возможность перемещать грузы и пассажиров с наилучшими комфортными и безопасными скоростями просто череда подтверждений что необходимо строить skyway приходит к нам каждый день из телевизора не говорю о том что основная мысль которую высказал анатолий эдуардович и об этом я говорил вчера это то что такая сеть дорог даст возможность построить линейные города это даст возможность переместить и людей из мегаполисов и и даст возможность людям жить непосредственно на земле разумеется для тех кому это интересно и кто хочет это сделать правительство уже работает над тем чтобы выделить один гектар земли бесплатно для желающих обустроиться на дальнем востоке и это тоже интересная тема которая скорее всего мы рассмотрим с вами на семейных встречах нас же интересует этапы этапы развития нашего проекта и мы плавно перемещаемся от одного этапа к другому конечно же здесь очень важно как я уже говорил это финансирование то есть ритмичная и совершенно понятной организации финансирования и давайте сейчас посмотрим короткий ролик для того чтобы понять о чем завершился наш пятый этап здравствуйте с вами Михаил кириченко вы смотрите выпуск новостей международной группы компаний skyway мы с гордостью сообщаем всем о завершении пятого этапа развития нашего проекта этот этап прошел очень успешно мы смогли перейти от обещаний к реальным действиям хотим напомнить вам наиболее значимые моменты завершившегося этапа начались строительно-монтажные работы по созданию тестовых комплексов струнных транспортных систем и инфраструктуры в экотехнопарке город марина горка республика беларусь расчистка территории установка опор струнного ограждения установка опалубки укладка арматуры бетонирование и строительство пилонов транспортно-логистического узла в котором функция анкерной опоры совмещается с функциями двух пассажирских станций городской высокоскоростной а также музея диспетчерского центра энергоузла и многого другого а также монтаж железобетонных фундаментов промежуточных опор группа компании skyway совместно с общественным объединением пуховичский край получила грант оон в рамках программы содействия переходу республики беларусь к зеленой экономики продолжились работы с заказчиками и поставщиками оборудования комплектующих узлов и агрегатов осуществлена разработка проектной документации под ключ на тестовые комплексы skyway четвертого поколения состоялось торжественное открытие монументально-декоративной композиции нулевой километр фактического старта с трудных дорог skyway успешно реализованы несколько этапов акции по саде дерева благодаря которой экотехнопарк по праву можно считать центром сбережения окружающей среды мы заручились поддержкой экспертов в сфере транспорта международного уровня бывшего заместителя министра путей сообщения российской федерации сергея гришина экс-главы департамента планирования транспорта и инфраструктуры южной австралии руководителя консалтинговой компании red hook and associates рода хука а также специалиста одной из крупнейших мировых инжиниринговых компаний арана харгрейвса было подписано соглашение о работе с руководителем консалтинговой компании red hook and associates родом хуком которая послушает импульсом к скорейшему осуществлению проекта skyway во всем мире группа компаний skyway подготовила ван проект на строительство транспортного комплекса skyway в санкт-петербурге по маршруту аэропорт пулково станция метро купчина для того чтобы оценить деятельность компании за минувший период достаточно пересмотреть видеоинтервью с анатолием юницким который несколько месяцев назад прогнозировал что же ждет нас на пятом этапе развития сейчас уже очевидно слова президента группы компании skyway не расходятся с делом с каждым новым этапом наша главная цель демонстрация и сертификация струнной транспортной системы становится все ближе и все очевиднее мы уверены что все последующие этапы развития будут пройдены также эффективно как и предыдущие и мы в намеченные сроки представим на рынке прорывную транспортную технологию skyway начало следующего этапа намечена на 8 декабря 2015 года смена этапа будет сопровождаться уменьшением дисконта соответственно уменьшится и прибыль на которую сможет рассчитывать вновь прибывающих проект инвестор подписывайтесь на наш канал youtube следите за новостями на официальном сайте группы компаний skyway rsv def systems.com присоединяйтесь к нам не пропустите самое главное строй skyway спасай планету вот те пять этапов которые мы совместными усилиями прошли и естественно переход на шестой и я надеюсь что в ближайшее время мы получим прекрасный новостной ролик от анатолия анатолия дурача низкого по поводу его планов на шестой этап и конечно же для нас совершенно очевидно что каждый этап приближает нас как инвесторов к возможности получения капитализации наших долей которые мы приобретаем у компании skyway поэтому естественно наше стремление не только реализовать свои чаяния непосредственно по финансам потому что как я говорил прошлый раз большая часть населения по советского пространства занимается только одним вопросом выживанием именно поэтому многие приходят сюда не только на идею но и для того чтобы решить свои финансовые вопросы которые стоят по сути перед каждой семьей тем более что те санкции которые сейчас вовсю работают они мешают нам в полном объеме заниматься тем чем мы хотели бы заниматься итак первый этап я специально привел этот слайд для того чтобы вы могли сравнить это январь-апрель 2014 года общий трансфер 1 миллиард 500 вернее 1 триллион 500 миллиардов имеется 500 миллионов акций и это говорит о том что тогда обратите внимание диапазон 250 1500 я хочу специально здесь подчеркнуть этот факт чтобы вы могли понять что те люди которые пришли 29 марта они получили возможность приобрести доли по дисконту 250 до 1500 что это означает давайте в цифрах это означает что человек проинвестировав 1000 долларов получил полтора миллиона акций я специально заотряю здесь ваше внимание потому что в нашем случае имеется ввиду уже сейчас на шестом этапе дисконт будет другой потому что мы с вами двигаемся и двигаемся семимильными шагами к реализации проекта экотехнопарка и так дисконт от 150 до 500 и что это означает даст возможность приобрести эти акции не как мы говорим доли с хорошим дисконтом для чего это делается делается прежде всего для того чтобы те 18 миллионов долларов которые необходимы на шестом этапе чтобы эти деньги мы могли получать ритмично и именно поэтому компания пошла на беспрецедентный шаг и для того чтобы организовать ритмичные поставки инвестиций денег предложила просто уникальные возможности для каждого из наших инвесторов но прежде чем мы перейдем к финансовой стороне дела мне бы хотелось напомнить основную мысль с которой высказал на последнем московском форуме на натуре дардач это та мысль что мы за ближайшие сто лет можем спасти как минимум 150 миллионов человек благодаря этой технологии и поэтому естественно если мы спасем жизни 150 миллионам человек то конечно же и жизнь на земле наверняка будет иметь другие параметры я имею ввиду бой бой более комфортно для людей поэтому один из важных аспектов о которых неоднократно почти на каждом выступлении говорит анатолий дважды это то что мы можем спасти эти 150 миллионов человек напомню нашу цифру нам нужно 1 миллион инвесторов для того чтобы полностью закрыть финансирование экотехнопарка но прежде я хочу напомнить что каждый из нас кем бы он не находился где бы он не был он помнит эти ситуации когда человек спасает другого непосредственно в наводных просторах и получает за спасение одной единственной жизни вот такой знак отличия как медаль за спасение утопающий или если профессионал или неожиданно оказавшийся человек спасает другого на пожаре он тоже получает соответствующий соответствующий знак отличия я имею ввиду медаль за доблесть и отвагу на пожаре есть еще одна категория наших уважаемых друзей и коллег которые принимали участие в боевых действиях в афганистане в горячих точках это медаль за отвагу и это солдатская медаль она давалась только рядовому и сержантском составу поэтому наша задача почему я связываю эти две вещи 150 миллионов которые мы можем спасти и те люди которые уже проявили себя непосредственно в этом вопросе поэтому каждый из нас и здесь настаиваю что каждый из нас кто сегодня здесь присутствует я имею ввиду те 644 человека которые находятся в лабинарной комнате каждый из нас может спасти минимум 150 человек и поэтому здесь наш проект он не только переход к шестому технологическому укладу он не только даст возможность быстро перемещать грузы и безопасно перемещать пассажиров это даст возможность сэкономить спасти как минимум 150 миллионов человек поэтому присоединяясь к проекту мы добиваемся не только финансовой составляющей для своих семей но и конечно же можем помочь избежать негативных последствий для многих людей которые пользуются транспортными средствами поэтому мы заслуженно можем считать себя как и наши предки которые воевали в низких войнах и конфликтах имеется ввиду восемьсот двенадцатого года первую мировую войну четырнадцатого года и великую отечественную войну сорок первого сорок второго года считать себя георгиевскими кавалерами потому что 150 человек это больше роты и есть если кто отличился на поле боя дача сегодня только одна дорогие друзья добрый день и так как все вы в курсе ближайшее время компания skyway запустил новый инвестиционный продукт под названием проект стабильный что самое основное является камнем претновения для развития технологии любого венчурного проекта это самый главный риск о котором уже много раз говорил и основатель компании анатолий эдуардович юницкий и многие сотрудники многие финансисты известные неизвестного уровня заявляют об основном основной проблеме стартапа основной проблеме высокорискованного венчурного проекта это риск недофинансирования тогда когда компания не имеет своей прибыли тогда компания не имеет адресного проекта или какого-то продукта для конкретной продажи и целиком и полностью зависит от частных инвестиций от привлечения инвестиций в себя в компанию самым основным основной проблемой является труднопрогнозируемость бюджет бюджета Компания не имеет возможности осуществлять стратегическое долгосрочное прогнозирование, выстраивать долги взаимоотношения с заказчиками, субподрядчиками и с иными третьими лицами. Для этого и в недрах нашей компании был разработан специальный инвестиционный продукт для того, чтобы мы могли выстраивать на основании четкого, стабильного, легко прогнозируемого потока инвестиционных средств компанию стабильный план работы. Чтобы мы могли выстраивать его для того, чтобы и финансировать работу 120 человек, находящихся на трех этажах этого здания, так и того строительства, которое ведется сейчас в городе Марьино-Горока, Пуховического района Минской области. Также за эту неделю мы хотели бы вам приоткрыть завесу тайны, которая висит над нашей компанией и провести вас в святая святых нашего предприятия, это по этажам струнных технологий. Мы бы также хотели провести несколько интервью с техническими экспертами, технологическими экспертами нашей компании, которые подробно вам рассказали о процессе получения сертификации ISO 9000 для сотрудников нашего предприятия, которое позволяет вывести работу компании на совершенно новый уровень. Также мы бы хотели рассказать вам немного информации по поводу полученных грантов от Организации Объединенных Наций, работа над которыми сейчас тоже ведется и документация, которая сейчас уже готовится для того, чтобы мы начали получать грантовые деньги. Ну и в принципе много есть новостей, которые мы хотели бы рассказать и следите за всем этим, оставайтесь в эфире. Прекрасный ролик, я думаю, что нас ждут еще много интересных и захватывающих новостей, но сейчас перейдем к делу. Тем более, что мы перевалили за экватор нашей сегодняшней встречи и 4 стратегии инвестирования в Skyway. Что это такое? Надо разобраться. Давайте посмотрим, как мы решили вопрос инвестирования. Напомню еще раз, что мы реально знаем, как нужно инвестировать. И конечно же, когда мы встречаемся вместе, как эти 4 друга, мы обсуждаем эти вопросы. И как правило, мы это делаем непосредственно на семейных встречах, потому что там собираются люди, которым действительно интересно быть вместе. Мы не готовы проводить час-два на обсуждение тех вопросов, которые выдвигает жизнь, но и конечно же проект Skyway. Поэтому представляю первого нашего участника, это Владимир. Он газоэлектросварщик, доход его 30-60 тысяч рублей. И он достаточно откровенно сказал, что 30 это моя зарплата, а вот все, что сверху, это то, что я наколочу. Имеется в виду наколынь. Кому-то ворота подварит, кому-то бензобак зальет там и так далее. То есть на самом деле, вот эти 30 тысяч, которые сверху зарплаты, это нестабильный заработок. И поэтому, конечно же, ему приходится работать больше, чем та норма времени, которая положена по ГЗОТу. И это очевидно. Следующего нашего участника зовут Юрий. И Юрий, по сути, бывает дома всего лишь 2 недели из 4, как минимум. Потому что он часто выезжает в командировки, потому что он является системным администратором какой-то серьезной компании, которая продвигает на рынок один из дорогостоящих продуктов для производства, связанных с логистикой. Поэтому доход 70-80 тысяч, плюс отсутствие дома в течение 1-2, иногда 3 недель, существенно сказывается на взаимоотношениях с семьей. Потому что дети не хотели бы видеть почаще своего родителя, а не раз в месяц. Поэтому каждый из наших участников, включая и Сергея, который является командиром воздушного судна, как любят говорить в авиации КВС, так вот летает на аэрофлоте, это реальный человек. Он постоянно делает рейсы между Москвой и Нью-Йорком, Москвой и Пекином, Москвой и Гонконгом и так далее по всему миру. И этот человек получает 250-300 тысяч рублей. Когда мы с ним разговаривали, мы все вместе встретились, понятно, что наш друг, который получал меньше всего, он так тихонечко сидел, говорит, вы там товарищи с другой планеты, это мне вообще непонятно, как можно получать 300 тысяч рублей. Но нужно отметить, что каждый экипаж, каждый пилот на самолете, в отличие от пассажиров, которые летают достаточно долго, постоянно облучаются, поскольку это происходит на высоте 10 тысяч 400 метров, потолок до 11 тысяч метров, и понятно, что радиация там постоянная. И представьте, что когда говорят, что у КВС 5 тысяч, 7 тысяч часов налета, вы представляете, это время он провел в воздухе, это означает, что все время был в фоне радиации. И люди идут на это. Кто-то любит эту профессию и говорит, я не могу не летать, потому что я человек, который любит авиацию. И их можно понять. Мы опустим здесь негативные стороны самого процесса полета, об этом мы поговорим на технических вебинарах. Здесь просто нужно отметить следующее, что эти деньги человек получает не зря. И следующий наш участник это Александр, это стратегический инвестор, он занимается этим достаточно давно, работал на Найсе, на NASDAQ, знает, что значит вкладывать и инвестировать, знает, что такое скальпинг, участвовал во многих акциях, связанных с IPO, потому что его друзья из Америки предлагали ему участвовать в закрытых подписках перед выходом компании на IPO. Поэтому он чувствует рынок, он знает, что это такое. И поэтому, естественно, когда он услышал о проекте Skyway, то он понял, что нет никаких вопросов в том, чтобы подключиться к этому проекту и проинвестировать. Давайте посмотрим, исходя из того, что предложила компания, как повели себя все четыре друга. И первое, конечно же, то, что они услышали, это было предложение, о котором сегодня вскользь упомянул Виктор Бабурин. Для чего это делается? Напомню, что то предложение, о котором вы сейчас услышите, делается исключительно для того, чтобы ритмично поступало финансирование в компании. Это связано с технологическим процессом, потому что необходимо заказывать материалы, инструменты, оплачивать зарплаты рабочим и инженерам, и, конечно же, заказывать детали и механизмы непосредственно для реализации анкерных опор, промежуточных опор и всего наполнения Экотехнопарка. Это важная составляющая. Ни одна организация не может обходиться без планирования. И это нужно совершенно четко и определенно понимать. Поэтому компания предложила следующий вариант. Посмотрите внимательно, если есть возможность, то сделайте принтскрин, для того, чтобы обсудить эту информацию вместе со своими близкими. И здесь три варианта. Доступный, стабильный, ответственный. Чем они отличаются? Только одним. Ежемесячным платежом. Что это означает? Это означает рассрочка. То есть мы вкладываем не 500 рублей единоразово или 500 долларов, а мы вкладываем ежемесячно по 50 долларов. 50 долларов – много это или мало? И в прошлый раз, то есть вчера я считал 3350 рублей. И поэтому, когда мы разговаривали с Владимиром, он говорит, да, в принципе, я могу потянуть эти деньги. В конце концов, поколымлю там чуть больше, для того, чтобы семья не почувствовала вот этих 10% от зарплаты. Поэтому для него совершенно естественным было то, что взять пакет акций доступный. И, конечно же, его срубила возможность дисконт 1 к 600. Тем более, что нужно напомнить, что этот дисконт будет только до 8 декабря. То есть только до 8 декабря. Поэтому нужно подумать сейчас. Есть время. Сегодня у нас 24-е, до 30-го числа еще 6 дней, плюс 8. Хорошая фора в 2 недели для того, чтобы принять взвешенное, разумное решение. Перейдем ко второму пакету, он называется «Сабильный». Дисконт у него тот же, но уже вложение в 2 раза больше. 100 долларов. 100 долларов – это 6700 рублей, которые нужно будет вкладывать ежемесячно. И буквально через несколько мгновений я вам покажу, к чему это может привести. И, наконец, пакет «Ответственный». Это как раз для тех людей, которые готовы финансировать. И далее, как вчера спрашивали, можно ли больше. А можно 500. А сделайте пакет на 500 или сделайте пакет на 1000 долларов. Для тех людей, которые готовы это сделать. Мы сегодня обсудим эти варианты, как их сделать. Так вот, 100 долларов – 6700. Опять же, я сужу по своим друзьям, о которых шла речь. Но суть заключается в следующем. Каждая из них выбирает ту стратегию, которая ему ближе. И поэтому сейчас мы с вами рассмотрим все эти стратегии и каким результатом они могут привести. Вы уже видите здесь. Рассрочка – 10 месяцев. Количество акций в пакете – 300 тысяч, если говорить о пакете доступном. И 600 тысяч – о пакете стабильном. Разве раньше мы могли думать о том, чтобы наши уважаемые пенсионеры могли поучаствовать в такой акции? Да нет. Им это достаточно сложно. И недалеко вчера один из наших участников, или участница, я им так сказал, сказал, что у него пенсия порядка 7 тысяч рублей. И это, конечно, немного. Но понятно, что хотелось бы, чтобы и эти люди могли принять участие. Такая будет возможность? Да, будет. И о ней мы будем говорить. Сейчас компания рассматривает вопрос о том, чтобы реализовать возможность для наших уважаемых пенсионеров, которые отдали 30, 40, 50 лет своей жизни, трудясь в различных индустриях, я имею в виду в различных направлениях экономики, для того, чтобы они тоже могли поучаствовать. Приведем пример. 14 апреля 2014 года. Человек, который заплатил 1000 долларов, мог получить полтора миллиона акций. Сейчас, используя рассрочку, человек имеет возможность проинвестировать 2500 долларов и получить тот же самый результат. Разве это не исключительное предложение? Это просто уникальное предложение. Я думаю, что многие участники нашей сегодняшней встречи с этим согласятся. Давайте посмотрим, что приняли к действию наши друзья. Итак, Владимир Газолевский сварщик решил, что он проинвестирует непосредственно по 50 долларов. Это 3350 рублей. И получит прекрасный результат. 300 тысяч акций. И если сравнить это с той возможностью, которую он получит по выходу компании на IPO, это как минимум одна акция, один доллар. Одна доля компании, один доллар. И это уже существенно. Ни на какой пенсии, которая в Москве даже, порядка 13 тысяч рублей. Естественно, это дополнительная прибавка к семье, которая будет получать такие прекрасные деньги. Время пролетит быстро. И не далее, как в июне месяце 2014 года, я считал, что у нас еще впереди 32-35 месяцев до реализации. Но на самом деле оказалось, что время течет настолько быстро. И такие изменения происходят, что мы не успеем оглянуться, как наступит момент выхода на первичное размещение акций. 300 тысяч акций. И вот здесь, в этой диаграмме, вы видите красным отмеченные инвестиции, которые сделает Владимир. А серым, серым. Вы видите внизу серенькая полоска. Это как раз тот самый дисконт, если человек будет делать непосредственные инвестиции ежемесячно. Понятно, что у нас 15 этапов. И с каждым новым этапом дисконт уменьшается. И, соответственно, если человек не принимает решение участвовать в программе стабильность, о которой сказал Виктор Бабурин, то, разумеется, он будет инвестировать ежемесячно, но с постепенно понижающимся дисконтом. Так вот, эта серенькая полоска вообще видна только на примере Владимира. И даже здесь соотношение между этими цифрами колоссальное. 21 700 или 24 700, если просто финансировать помесячно, не вкладывая в программу стабильность. И результат в 300 тысяч. 24 700 и 300. Это несоизмеримые величины. И они еще более ярче высвечиваются, когда мы обращаемся к опыту непосредственно Юрия. Юрий решил за вопрос по-другому. Вы видите, здесь сменный дисконт вообще почти не видно. Вариант зеленым отмечен. Это вариант Владимира. И, наконец, вариант Юрия. Он принял решение инвестировать по 100 долларов. Да, это 6 700. Он говорит, ну, в принципе, я всегда могу сэкономить порядка 10 процентов. Это даже не разговор. Но чтобы моя любимая супруга не как, так сказать, меня, ну, вы знаете, да, как женщины любят. Где твоя заначка? Вот. Никаким образом меня не ранило. То вот 6 700 этого достаточно. И вы видите уже, какая разница между тем, что получит Владимир, да, не говоря уже о том, что если человек будет просто использовать постепенно понижающиеся дисконты. Это как минимум выше долей компании. Это 600 тысяч долей компании. Более того, скажу, что программа, помимо названия стабильность, в нашем обиходе называется 10+. Что это означает? Это означает, что человек после 10 месяцев может. Продолжительный вариант. Наш командир воздушного судна. И здесь, конечно, нужно. И наш Сергей, конечно же, увидев такую возможность, несмотря на то, что он совершенно определенно умеет считать деньги, и при этом он понимает, насколько тяжело они ему достаются, потому что, извините, в год налетывать по несколько тысяч часов для того, чтобы, так сказать, заработать эти деньги, конечно же, хочется подготовиться к пенсии на самом хорошем уровне. И поэтому, проинвестировав в 250 долларов, он понимает, что те полтора миллиона долей компании, которые он получит, даст возможность ему достойно встретить, я говорю, достойно встретить свою старость. И вдобавок, эта старость будет достаточно активным. Насколько я его помню, он говорит, несмотря на то, что я закончу карьеру, мне все равно хотелось бы иметь свой небольшой самолетик, который называется ДА-42, для того, чтобы просто чувствовать штурвал, просто чувствовать небо. И тогда, говорит, если это произойдет так, как ты рассказываешь, Александр, и вот то, что происходит на площадке Экотехнопарка в Марьиной Горке, то я вложу эти 250 долларов для того, чтобы получить такой уникальный эффект. Полтора миллиона долей компаний, полтора миллиона акций. Так вот, сравните три варианта. Владимира, Юрия и Сергея. Существенная разница. И здесь мы, каждый, должны взвесить свои возможности, свои финансовые возможности. Тем более, что все правила инвестирования всегда говорят в одном. 5, 10, 15, максимум 20% семейного бюджета. Поэтому здесь нет никакого насилия над теми людьми, которые участвуют в проекте. Еще раз говорю, разумный, взвешенный подход, который дает возможность выбрать наиболее оптимальную для каждого из нас стратегию инвестирования и получить статус стратегический инвестор. Почему стратегический? Да потому, что мы с вами будем вкладывать каждый месяц небольшую сумму, которая составляет 5, 10, 15, 20% от семейного бюджета. Тем более, нужно согласовать этот вопрос со своей второй половиной. И если и дети участвуют в этом проекте, то и с ними. То, конечно же, это существенная прибавка и это совершенно очевидная помощь в реализации проекта. Ну, давайте посмотрим, а что же придумал он наш стратегический инвестор. Прежде всего, каждый раз, когда он рассматривает какое-то предложение, разумеется, он перерывает интернет, смотрит, что и как развивается и насколько эффективно то ли иное инвестирование. И, разумеется, он смотрит по индустриям, по континентам и, разумеется, по направлениям, которые развиваются на рынке. Он посмотрел транспортную историю, посмотрел, как развивается высокоскоростной транспорт в Европе, в Америке, в Японии, на Тайване. И, конечно же, когда я ему рассказывал о проекте, это было уже несколько месяцев назад, то я ему показывал, помните, мы проводили опросы еще в середине 2014 года, и эти опросы у нас были вывешены на Одноклассниках, и там можно было посмотреть, в какой пропорции люди готовы инвестировать. И здесь я привел вам ту же самую таблицу. Посмотрите, 2000 рублей готовы инвестировать в 18, 5000 рублей готовы инвестировать порядка 14%. Это о чем говорит, друзья мои? Вот эти 2 и 5, это как раз люди, которые, в принципе, готовы проинвестировать в течение 10 месяцев по 3350 рублей. Они готовы уже, и те, и другие. Это сколько вместе составляет? Это уже составляет 32% людей, которые готовы, это одна треть, по сути, готовы проинвестировать в проект по 50 долларов. Поэтому я понимаю прекрасно наших уважаемых пенсионеров, многих, как я уже говорил, пенсии недостаточные, но я подскажу ход, каким образом можно решить и этот вопрос. Возвращаемся к нашей диаграмме. 10 тысяч и 20 тысяч, это о чем уже говорит? Это говорит, что, в принципе, эти люди готовы инвестировать каждый месяц как минимум 100 долларов, а кто-то и больше. Я имею в виду, если мы берем вариант 20 тысяч долларов, это порядка 14% и в данном случае это уже существенно. Опять смотрим цифры, опять 32%. 32% людей, которые готовы проинвестировать 100 долларов, а иногда и больше, и 200 долларов. И здесь, конечно, стоит вопрос, и вчера об этом спрашивали, если мы хотим купить не один пакет, а два или больше, мы можем это сделать? Да, конечно, можете. И, минуточку, я до этого еще не дошел. Этот вопрос мы еще обсудим. Возвращаемся к следующему порядку. 50 тысяч и 100 тысяч рублей. Посмотрите, 10% готовы проинвестировать 50 тысяч рублей. Это отнюдь не 250 долларов, согласны со мной. 10%. И это означает для нас с вами совершенно четкое, определенное понимание, что, в принципе, люди готовы проинвестировать 3 раза по 250. Я имею в виду тех, кто обозначились как в 50 тысяч рублей свою решительность проинвестировать. Ну, не говоря уже даже о тех 26%, которые готовы проинвестировать 100 тысяч рублей. Итак, 36% в принципе готовы проинвестировать от 750 до 1000 долларов ежемесячно. И что это для нас означает? Вспомните цифру, которую я показал в самом начале. 300 миллионов долларов, из которых сейчас нужно будет набрать порядка 18 миллионов, именно на шестом этапе, и возможность поучаствовать в программе, которая называется стабильность, или, как я уже говорил на нашем сленге, это 10+. До декабря мы принимаем решение и инвестируем. Мы показываем компании, что мы готовы делать инвестирование ритмично. Компания начинает планировать свою деятельность, заказывать материалы, соответствующую технику, детали, непосредственно канкерным опорам, промежуточным опорам, лабораторный корпус, сертификационный и так далее, и так далее. Вот для чего компания идет на такое удивительное предложение для многих из нас. Поэтому, конечно же, вы видите, что сектора распределились приблизительно поровну. 32, 32 и 36. Это означает, что, в принципе, каждый из участников, кто сегодня был, совершенно четко можно выбрать свою стратегию. Но вернемся к Александру. Что он решил сделать в этом случае? Он решил сделать так. Он решил взять 4 пакета по 250. И посмотрите, какая существенная разница сразу возникла. И она на графике выделена голубым цветом. 6 миллионов акций. 6 миллионов долей компании, которые могут помочь ему решить существенно эту задачу. И здесь, конечно, есть масса интересных вещей, которые нужно обсудить. И это мы будем... Итак, Александр, давайте посмотрим, что он придумал. Он придумал следующее. Что у него есть для реализации этого проекта? Прежде всего, конечно же, веб-сайт, на котором можно отправить тех людей, которые готовы проинвестировать, для того, чтобы они тоже получили информацию о проекте. Для того, чтобы они узнали, что уже функционирует строительство в экотехнопарке. И это важный инструмент, потому что здесь зашита реферальная ссылка каждой, кто регистрируется. И это очень существенный фактор, потому что, когда вы даете реферальную ссылку, это уже момент к тому, чтобы у вас подключился человек. Это можно делать спонтанно, на эмоциях. А можно запланировать. И для этого у нас есть совершенно мощный источник наших будущих контактов. Это наша записная книжка. Это наш телефон, где у нас записаны люди. И, естественно, если мы не поленимся, то совершенно спокойно можем по определенной методике, по определенной технологии дать реферальную ссылку тем людям, которые, в принципе, готовы инвестировать. Особенно, когда они услышат о программе «Стабильность». Следующий вариант у нас – это, конечно же, иметь буклеты компании Skyway и дать возможность людям, которые так или иначе не входят в пространство интернета, посмотреть на проект своими глазами, поразмыслить над ним, почитать, увидеть это все в своем будущем. И, конечно же, в данном случае буклет Skyway, а он есть в двух форматах, формат А5 и А4, дает очень мощный инструмент для того, чтобы донести информацию тем людям, которые, в принципе, готовы инвестировать. Подумаем об этом и приобретем буклет. Точно так же, как это сделал Александр. Я его спросил, так можно сказать, на ушко, сколько ты уже буклетов купил? Он говорит, я приобрел, ты будешь смеяться, я купил тысячу буклетов. Я говорю, и что ты где-то и будешь их солить? Не волнуйся, говорит. У меня в книжке записано 5000 человек, поэтому тысячу я уж точно распространю. Поэтому буклеты – это один из мощнейших инструментов, который даст возможность развивать. И, опять же, напомню, вот эту таблицу нужно держать в голове. Он же решил получать, инвестировать деньги, которые нужно будет вкладывать каждый месяц, если вы помните, это 4 пакета по 250. Но при этом он хочет только одного, чтобы эти деньги принесли на бонусный счет те люди, которые также будут участвовать в программе стабильность 10+. Следующий очень важный инструмент, особенно если мы ищем людей, которые хотят понимать, которые хотят разумно вкладывать деньги, которые хотят понимать, кто действительно явился родоначальником всей этой технологии. Они хотят увидеть этого человека, они хотят пообщаться с ним, они хотят приехать в Минск, они хотят приехать на Марину горку, они хотят увидеть строительство. Но для того, чтобы это желание у них возникло, самым лучшим является книга Юнинского небесной дороги. Купите ее, подарите ее. Новый год на носу, друзья мои. И каждый из нас может это сделать. Купите 5-10 книг, и это даст возможность найти вам совершенно мощных последователей. Я вам расскажу то, что мне Александр двинул. Он говорит, понимаешь, в чем дело, я вот приобрел порядка 20 книг, я раздал, у него мог прийти, а он говорит, ты не волнуйся, ни одна книга не пропадет. Если я, я могу им бесплатно отдать? Могу. Но я понимаю, что я им бесплатно дам, они даже не отстал. Так вот, я им дал их за 500 рублей. Если действительно человек прочитал книгу, и она ему как-то не подошла, или этот проект не подошел, или человека, которым там пишется, не симпонировал, то я просто отдам им 500 рублей, и все, вопросов нет. Вот такие интересные ходы Александр просто тут же накидал, пока мы сидели и пили чай непосредственно у него на кухне. Заметьте, у него на кухне, а не где-то в кафе или в ресторане. Он говорит, да не вопрос, и в ресторане могли бы встретиться, но на кухне это живее и теплее. Другой вариант, он говорит, есть машина, здорово, наклей на борта свой телефон и проект Skyway, и просто езди на ней, и наверняка найдется тот, кто готов. И заметь, эти люди не входят в мою записную книжку и в список телефонных номеров. Это совершенно другие люди. Они ходят по улицам, и они видят то, что написано у тебя на бортах. И первое, что приходит в голову, что за придурок написал этот телефон. Он говорит, а я еще сделаю QR-код, чтобы молодежь могла совершенно быстро и определенно во время движения даже сфотографировать эту машину, и, соответственно, если понравится, позвонить. Разные варианты. Буклеты, книга, автомобиль. Это все здорово, но есть и более прозаичный вариант. Да, мы сейчас в основном путешествуем по России. То нам Египет закрывают, то, соответственно, сейчас, скорее всего, будет уменьшение потока в Турцию. Совершенно понятно, по каким причинам остается у нас Европа, Америка, Малайзия и родная большая страна. И здесь, конечно же, если мы понимаем, что любой информационный поток, который мы используем, должен использоваться на 100%. И, конечно, вот такой чехол для чемодана был бы самым удобным вариантом. Тем более, что на нем ваш телефон или ваш скайп. Поэтому все вместе взятое, телефонная книга, список номеров, буклеты, книга Юницкого и наклейка на автомобиль у тех, у кого он есть, разумеется, ну и, конечно, чемодан. Все это факторы одного направления. Как можно большему количеству людей дать информацию о проекте. Дать информацию о том, каким образом можно с помощью других людей, которые также заинтересованы в финансировании проекта Skyway, получить ритмичное финансирование из месяца в месяц. Да, вот такой парень Александр, он думает о том, как можно решить этот вопрос с помощью других людей, которые также заинтересованы в реализации этого проекта. Поэтому здесь очень возникает вопрос, совершенно простой и очевидный, ко всем участникам нашего сегодняшнего вебинара. И этот вопрос достаточно прост. Поставьте, пожалуйста, сейчас прямо в чате, я прошу коллег открыть чат, для того, чтобы мы могли сейчас услышать, увидеть, вернее, вопросы. Поставьте, пожалуйста, в чат, какая из четырех стратегий вам наиболее близка. Первый, первый, второй, четвертый, второй, четвертый, первый. Отлично, друзья мои, я вижу. Кто-то 5 на 5 пишет, здорово. Чехлы прекрасные, кому-то понравились. Два, первый. Отлично. С автомобилем. Пенсионер. Пенсионеры, да. Ну, ведь, как эти пакеты... Друзья мои, я не все успеваю читать. Татьяна пишет, а что пенсионерам предложите? Я уже предложил, что будет специальный пакет для пенсионеров 25 долларов. Об этом мы еще будем говорить. Первый и четвертый. Отлично. Тогда мы все... Так, четвертый, четвертый, первый. Первый, третий, четвертый. То есть, вот Татьяна Нойко пишет, что она хочет все вот так распределить. Да, здесь есть... На самом деле, вот Татьяна уловила мысли, и многие из вас ее уловили. Знаете, что Александр сказал? Он говорит, ты думаешь, я что, не могу тысячу сразу заплатить? Могу. Но дело в том, что если вдруг у меня пойдет напряг какой-то, или рынок пойдет не в ту сторону, чтобы я сильно не пренапрягался, если мне не хватит, например, 250 долларов, я просто сделаю паузу. Компания идет просто на беспрецедентный шаг. Седьмесяцов. Здесь я услышал вопрос к Виктору. Объясните, что такое 10+. 10+, это та же программа стабильность, о которой мы сегодня говорили. Давайте я прокручу назад наши слайды, и вы увидите, о чем идет речь. Я напомню, от чего начались размышления четырех друзей. Вот эта программа. Называется она стабильность, или мы ее называем 10+. И здесь вы можете выбрать один из вариантов своего участия в инвестировании. Это пакет доступный, пакет стабильный, и пакет ответственный. Каждая из них предполагает инвестицию в 50, 100 или 250 долларов ежемесячно на протяжении 10 месяцев. Но те из вас, кто непосредственно подключится к проекту до 8 декабря, будут иметь возможность продлить эту программу еще на необходимые для вас месяцы. Там 5, 8, 10, 12 месяцев. В отличие от тех, кто будет идти по снижающему дисконту. Поэтому, разумеется, нужно посидеть спокойно с карандашиком. Точно так же, как я вам предложил. Варианты, давайте их еще раз посмотрим. Это вариант Владимира. 300 тысяч акций по завершению 10 месяцев. И с возможностью пролонгации этой программы. Вариант Юрия. Это 600 тысяч акций. Участие в программе стабильность. Или как мы ее называем 10+. И возможность пролонгации. Ну и вариант Сергея. Возможность получить полтора миллиона акций. И, конечно же, пролонгировать с возможностью получения еще большего количества акций. И, наконец, вариант Александра. Это 4 пакета по 250. Которые дают просто феноменальный результат. 6 миллионов акций через 10 месяцев. Я думаю, стоит подумать и решить этот вопрос наиболее оптимальным способом для каждой семьи, какая участвует в этом проекте. Поэтому сейчас я благодарю вас за те ответы непосредственно в чате. Мне бы хотелось в данном случае анонсировать нашу встречу в 15 часов непосредственно в такой же вебинарной комнате для Дальнего Востока и Сибири. И, конечно же, это очень важный аспект и отличная возможность для многих из нас. Тем более, что многие хотели бы это делать действительно в рассрочку. Итак, некоторые вопросы. Александр Викторович, если я беру... Так, я не успеваю просто за вашими вопросами. Давайте я... Что успею подловить? Если я беру пакет на 100, а в феврале у меня больше нет денег и могу себе позволить 250, например, могу купить больше в тот момент... Так, не успеваю, к сожалению. Сейчас, секунду. Пример, могу я купить больше в тот момент или в течение этих 10 месяцев. Значит, как я понял, Дмитрий, твой вопрос. Можно купить 250, а в феврале у меня больше денег и могу ли я себе позволить 250? Конечно. То есть, если сейчас, Дмитрий, зайти на 100 долларов, а в феврале приобрести 250, там единственная разница будет в дисконте. То есть, там будет другой дисконт. Поэтому программа будет действовать, но дисконт будет другой. И к этому нужно быть готовым. А если взять спецдисконт, то после него можно будет перейти на 10+. В данном случае, Павел, речь идет о том, что вы инвестируете первый износ до 8 декабря. И тогда вы автоматом попадаете в программу 10+. Пролонгация равно продление. Совершенно верно. Именно так. То есть, 10 месяцев закончилось, а вы хотите инвестировать дальше. Будет кнопочка непосредственно в личном кабинете, где вы это можете сделать. И продлить, там, скажем, на 5 месяцев, на 10, на 12. Какую возможность вы для себя будете. Евгений спрашивает, а где можно приобрести буклеты? Просто можно купить их в офисе. Тем более, что буклеты есть. И на семейных встречах для тех людей, которые придут, я предоставлю эту возможность приобрести прямо из Москвы. То есть, вы оплачиваете, и вам высылают непосредственно по месту вашего проживания. И условия я озвучу непосредственно в воскресенье в 17 часов на наших семейных встречах. А как приобрести, если ты не в корневой компании? Зарегистрироваться там и там приобрести. Так. Так. Как заказать буклеты? Это Наталья спрашивает. Об этом я скажу в воскресенье на семейных встречах. Акция в корневой компании будет до, вот имеется в виду, вот такие условия, до 8 декабря. Планируется на этой неделе. Вы увидите все в личном кабинете. Вот Каули как раз Вячеслав пишет. Покупайте по 50 долларов, сколько вам блесит пакетов. Да, это можно. Аналогичная акция начинается в Capital. Совершенно верно. Есть ли уже, так, секунду, очень быстро сменяется. Не успеваю. В течение 10 месяцев, да, можно ли повысить сумму ежемесячного платежа по истечении 10 месяцев. Повысить нельзя, потому что зафиксирован пакет. 20 или нужно будет второй платить. Да, до 20 числа каждого месяца нужно будет оплачивать в следующий месяц. Нико спрашивает. Если я куплю пакет на 1000, значит, пакета на 1000 нет, есть пакет на 250. Вы можете купить 4 пакета по 250. И, разумеется, каждый из нас выбирает тот, ту стратегию, которая им наиболее близка. Зоя спрашивает. Не по теме, ответьте, пожалуйста, что такое корневая компания и Skyway Invest Group. Корневая компания называется Eurasian Rail Skyway System. Это и есть представитель корневой компании, которая напрямую связана с конструкторским бюро и, собственно, реализует доли компании TGI, Transport Global Investment. Можно ли продлить 10 месяцев, допустим, 50 и по истечении 10 месяцев на 100? Я думаю, что Виктор Бабурин здесь, но, насколько я понимаю, нет. Если вы заложили по 50, то, соответственно, и продолжать будете по 50. Но это все обсуждается. Покупку пакетов можно делать с акционного счета? Нет. С бонусного счета можно и с основного счета делать можно. с акционного нельзя. Если один месяц не будет денег, спрашивает Галина. Галина, этот вопрос я отвечал. Вы тогда, вам необходимо будет оплатить в следующем месяце, сделать двойную. Например, если у вас пакет на 50, то вы до 20 числа следующего месяца оплачиваете 100 долларов. То есть, закрываете эту тему. Я переписываю. Вот что он ответил. Я могу ему... Задумка Skyway, конечно, интересно, но перспективы в нашей стране она не найдет, потому что в России не любят гения. Насчет инвестиций в проект, я думаю, что им не будет рассчитывать со своими инвесторами, так как в ближайшем будущем мы струн транспорт на улице нашей дорогой страны не увидим. Да и в других странах нефтяные магнаты не позволят внедрить эту технологию. Но, друзья мои, у нас есть пессимисты, есть оптимисты, в зависимости от того, какой характер. И здесь, конечно, если мы будем считать, что это в принципе невозможно, то, конечно, таким людям лучше в проект не входить, потому что негативная составляющая, она плохо влияет. Знаете, что плохая новость действует на людей в 10 раз эффективнее, чем хорошая. поэтому мы никого не принуждаем, мы никого не обязываем, мы предлагаем. И люди, которые готовы это сделать, они уже готовы, в принципе, внутренне готовы что-то изменить в своей жизни, сделать попытку изменить, то, конечно же, это ваш проект. Потому что такие проекты бывают раз в 100 лет. И это очень важная часть. Так, корневая компания. Честно говоря, друзья мои, я просто не успеваю за всеми вопросами. Скажите, пожалуйста, что сегодня происходит? Так, я не понял, этот вопрос не ко мне, что происходит с Хавратовым. Не знаю, надо его спросить. Вот, акция «Посади дерево» еще актуальна. Александр, уточню, не готов ответить. Я думаю, что Виктор Боборин, если готов, он сейчас в чате ответит на ваш вопрос. Так, уберите свои ссылки. Так, это не ко мне. Я еще ничего не давал. Есть... Так, нет, некорректно, это тоже не ко мне. Так, уберите ссылки, акции начисляют. Так, двигаемся дальше. Объясните. ваш офис работает. Какой пакет акций за 25? Галина спрашивает. Это будет в компании Skyway Capital. Там будет пакет за 25. Ирина принесла хорошую новость, что Троу сказал, что в России это Габи Сатари, ученик, гуру ведической науки, которая связывает прошлое с будущим. Будет говорить, что в России будут развиваться транспортные технологии. Благодарю. Благодарю. Хорошая информация. Так, Дальше. Дальше, дальше. Семейные встречи, которые вы будете проводить, они будут в формате РСВ? Игорь, они будут проходить в формате семейных встреч. Если вы готовы на них приходить, какая разница, какой формат? Skyway, Invest Group, Skyway Capital или РСВ? Приходите, если вам это интересно и та информация, которую я даю, вам полезна. Я вас рад видеть на наших встречах. Так, сейчас зайду на 50, позднее можно зайти на 250. Конечно, можно. Андрей Воронеж. В электронном виде можно приобрести буклет? Да, конечно. Зайдите на сайт, там, по-моему, есть реализована возможность приобретения электронных буклетов. Посмотрим, какая возрастная категория инвесторов преобладает, пишет Денис Александрович. Честно говоря, я тут 4 раза пытался завести сегодня опросник, все время выбивало, поэтому я сейчас не рискну это сделать. Сделаем это на семейных встречах, потому что нужно будет подвести итог нашей недели, будут дополнительные новости, дополнительные ролики. Я думаю, будет здоров. Так, получается, что надо сделать две проплаты. Так, не успеваю. Секунду. Друзья мои, я не могу вас остановить, это естественно. Каждый месяц по истечению 10 месяцев. Акции начисляют, да вот, хороший вопрос, Рудницкая Ольга задала. Акции начисляются по завершению 10-месячного периода. Вы увидите это количество акций непосредственно у себя в личном кабинете. Вот, Вера Белорусская, пишет, не приходят письма со ссылкой на семейные встречи. Пользуйтесь чатами, там будет везде разбросана информация о семейных встречах. Обращайтесь к друзьям, которые, так сказать, имеют доступ к чатам. Всегда можно достать информацию. Так, вот, ВКонтакте есть ссылка на семейные встречи. Дальше, Георгий, это Skyway Invest Group, это корневая компания Skyway. Здесь, так, это мы про астролога мы уже прочитали. Спасибо. Так, тоже так, хорошо. Так, друзья, ну, хорошо, я так понимаю, что объем нашей комнаты сегодня более 600 человек, люди пишут свои вопросы и скорость их смены очень высокая. Я думаю, что Виктор Бабурин, он сейчас находится у нас в чате, проанализирует все ваши вопросы и мы постараемся в другом формате ответить на эти вопросы, чтобы в пулеметном варианте не отвечать. Значит, получается, что надо сделать две проплаты 8 и до 20. Нет, Людмила, имеется в виду, что до 8 числа вы включаетесь в программу, которая называется стабильность или 10+, и следующий платеж у вас будет, например, вы сделали платеж 1 декабря, то следующий платеж у вас будет вернее, там 30 ноября, то следующий платеж будет до 20 декабря, а потом следующий платеж будет до 20 января, потом следующий платеж будет до 20 февраля и так далее. Светлана говорит, Александр, ответьте, телефонные офисы изменились, о каком офисе идет речь, пока, насколько мне известно, нет. Вопросы писать в окно вопросов, а не сюда. Какого числа в ноябре сменится дисконт в РСВ? Дисконт изменится 8 декабря, поэтому готовьтесь к этому моменту. Так, Дальше, дальше. Ну, друзья мои, не волнуйтесь, на все вопросы так или иначе мы получим ответы или в рассылке, или на следующих вебинарах, и, соответственно, и, соответственно, для нас совершенно очевидно, что данное предложение просто уникальное, и поэтому все из нас, кто сегодня побывал на этом вебинаре, им имеет просто уникальнейшую возможность. Поделитесь ей, расскажите друзьям, расскажите близким, расскажите коллегам, доведите до них эту информацию, пригласите их посмотреть сайт, для того, чтобы они могли это увидеть. Ну, и, конечно же, я приглашаю вас на семейные встречи, на наш кругозор 29 ноября в 17 часов, ссылка будет дополнительно, и напомню, что завтра в 15 часов по Москве выступление на Дальний Восток и Сибирь. Поэтому желаю вам передать людям, которые находятся в этих регионах, чтобы они могли подключиться к вебинару и послушать. Кто подключается в декабре или январе, смогут воспользоваться 10+, конечно, просто дисконт будет другой, подключиться они смогут. Так. Да, вот как раз Виктор Бавловин. Ну, что ж, друзья, я думаю, что в чат корневой компании можно написать вопросы и, соответственно, там получить ответы, если я по какой-то причине не успел прочитать. Очень быстро сменяется чат, и я просто не успеваю. Ну, что ж, друзья, мы с вами уже проработали как минимум час 36, на этом мы сегодня завершаем нашу встречу. Я благодарю всех, кто пришел сегодня на наш вебинар и надеюсь, что вы также рады, как и все участники проекта такой возможности. Наша самая главная цель это ритмичное финансирование Экотехнопарка, ритмичная работа компании. Вот это главная цель. Все остальное второстепенно. До скорой встречи на наших вебинарах и музыкальное завершение нашей сегодняшней встречи. Будьте здоровы и всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok